Сейчас мы направляемся из района вулкана Ариналь, из Ла Фортуны, в Бихагуа, не самое популярное место. Меня елизно что смущает. Так, сейчас по-моему, вот так сделаю. Как видите, дождь. Всю ночь лил. А если есть дождь, это значит вращать трейлы. По крайней мере, если мы попадем на то, как было вчера, нам пришлось бы просто развернуться на каком-то этапе. Так, картинка съехала. Ну, как всегда, только включила видео, и все поменялось. Только что мы проезжали такие холмистые пастбища с счастливыми коровками. Сейчас уже опять какие-то дожмули. Очень много пастбищ было. Куда она сиделась? Какой-то небольшой городок. Вот, бам. Без всяких знаков. Городок Бихагуа находится в 100 километрах от Ла Фортуны, поэтому есть надежда, что, может, там дождь не прошел. Ну, конечно, все может быть, прошел, может быть, не прошел. Из-за дождя мы пропустили несколько достопримечательностей в Ла Фортуне, которые были запланированы на утро сегодняшние. Ну, достопримечательности туристического характера, поэтому я переживаю, но не сильно. Нарога здесь нормальная, но судя по GPS, когда-то она закончится, потому что у нас осталось 74 километра и час двадцать. Где-то будет поплохо, в чем-то. Только что вы видели ограничение скорости 60 километров, обозначенное прямо на стальце. Нарушают очень часто, особенно, скоростной режим и обгон через двойную сплошную. Это просто как страсти у нас. При этом полицейских много мы видели в дороге. Ну, как много, по сравнению, вообще много. Парочку видели. Дороги Коста-Рики, часть неизвестно какая. Сейчас мы свернули на дорогу номер 730. Чтобы вы понимали, дорога с номера может быть такая. Не обязательно называли. У меня была надежда, что если у дороги есть номер, то это нормальная дорога. Ехать нам по ней в общей сложности 7 километров. Потом мы сворачиваем еще куда-то. Вот, как я обещала, всякие пастбища. Земля здесь везде красная. Именно достаточно черная, вулканическая. Ямка. Это, конечно, не асфальт, но дорога вполне проходимая. Все правильно ехать? Все правильно. Даже несмотря на всякие камушки и ямки. Там уже 4 километра. Вот, Рома, Край. Большие ямы. Небо более-менее симпатичное. За мальчиками. Куча осталась в районе вулканов. Неизвестно, что будет впереди. Но пока не знаю, да. Коровы. В общем, уже закончилась через 7 километров. Дальше вполне такая нормальная трасса. Это номер 6 у нас. И в 6, да. Так что ничего страшного. Здесь вообще шикарная дорога. Пока что. Вокруг опять джунглей. Главное, что дождя нет. Вот у нас как-то в планах не рассчитано сидеть. В номере переждать. Хотя не мешало бы как-нибудь задержаться в отеле. Пораньше вернуться. Написать что-нибудь уже. Пару постов. Для будущего отчета. Пока мы возвращаемся в часов 8. Туда-сюда. И в 9 я уже врубаюсь. У меня уже не до отчетов. Какая зелень. Как мы думали, спехалка нам пришлось свернуть на грунтовку. О качестве судите сами. И вот так у нас еще 11 километров. Вообще в целом 11 километров. Осталось 10. По-моему, у нас все виды грунтов, какие только можно. Нарушные. Видели. Кроме нормально укатанных. А здесь еще веселее. Я думала, что если что на обед будем спускаться в город на машине. Но по ходу дела мы лучше переплатим где-то наверху. А хотя, кстати, не факт, что там вообще есть наверху что-то. О да, вот это дороги. Наверное, по левому краю прочтите. А здесь, наверное, уже дорожник не пригодился. Кто знает. Как можно в таком месте гостиницу построить? Можно построить гостиницу, дороги не провожгли. Сколько она хоть стоит? Мало. Ладно. Ну что, все-таки, наверное, стал тот момент признаться, что мы не правы. Потому что по некоторым дорогам на какой машине не проедешь. В стране как. Мы доедем. Вроде еще ничего не потеряли. Но остаться без бампера или без чего-то еще. Очень высокая вероятность. И страховка, наверное, вряд ли здесь что-то покроет. Потому что это unpaved road. Асфальтом здесь не пахнет. Да. К сожалению, я нигде не видела никаких отзывов в этой машине. А, в этой дороге. Сори. Ну и я думала, литражку мы здесь не видели. Все ездили в бюджетах. Это такой первый момент. Когда мы поняли, что все-таки нужен недорожник. До этого все было нормально. Самое смешное, что когда ходишь по этой дороге, она такой ужасной не кажется. А вот внутри, в салоне... Ох! Кажется, что просто кошмар. Сейчас брюхом напорвишься на что-то. В двери оставляй машину. Иди пешком. Очень страшно. Места красивые, но как-то слишком очкуем за машину. Может быть, придется сейчас менять полностью план. Посмотрим. Рома пошел на разведку. Посмотри, что там дальше. Вот может... Едешь и думаешь, ну, сейчас должно быть лучше. И вот местами она лучше, а местами просто кошмар. Сейчас будем думать, что делать. Гениальное решение пришло внезапно. Мы решили вернуться назад. К началу этой замечательной дороги. Потому что мы вспомнили, что проезжали мимо одного из отелей. Который любезно согласился предоставить нам это парковочное место в тени. Причем сказали, что денег не возьмут. Мы сейчас берем все самое необходимое. На самом деле, целый чемодан одежды нам особо и не нужен. Его ставим тут. Собо возьмем только сменную одежду. Может, еще думал, что-то... Может, будет прохладно, что-нибудь сидеть. Может, возьмем мне тоже что-нибудь. Да, сейчас, наверное, еще возьмем штану. Бакарди тоже без него обойдемся. Один день. И пойдем пешочком. Можно час выпить. Спасибо. На солнце сейчас тебя так разморят. Может быть, нас подберут. Может, дойдем пешком. Тут час идти. В принципе, для нас это вообще ерунда. Так что, главное, не паниковать. Машина пока что целая. Кстати, местные нам сказали, что ладно, что вы паритесь. Вы уже столько приехали, ничего страшного. Вышел еще, поставил так на машину. Да, нормальная машина. Доедете. Но мы так очкуем, что нам легче пешком дойти. Свои ноги. Не так жалко арендованную машину. Причем, что страховка ничего не покроет, скорее всего. Ну, хорошо, пора в путь-дорогу. Вот теперь у нас настоящее приключение. А то как-то экстрима нам все время не хватает. Сел в машину, приехал из точки А, точки Б. Так неинтересно. Да, Роман? Да. А вот идти в какой-то же, оно так гораздо интереснее. Сейчас. Такая у нас дорога. Сейчас идем и думаем. Может быть, мы бы доехали, но нервы были бы уже не в порядке. Лучше пешочка, чем на арендованный. На данный момент могу сказать, что люди здесь helpful. Даже денег вроде никак не берут. Может, в конце еще что-нибудь выскочить. Но пока что приятно. Интересно, там джунгли вокруг. Нет. Пока что идти одно удовольствие. Хотя солнце жарит. У нас литра-два воды с собой еда. Так что еще не вопрос. Вопрос выживаемости. Выживание. Выживание. Конечно, вряд ли кто-то оценит. Такой наш вид отдыха. Главное, чтобы мы будем это понимать. Нам легче. Своими ножками дотопать. Только что мимо нас, совершенно уверенной походкой, приехали два арендованных Яриса. Тойоты. И мы думаем, то ли мы ложь пуки, то ли что-то мы в этой жизни не понимаем. У Ромы была мысль вернуться за машиной. Но мне вообще-то кажется, что сейчас уже решили без машины. Что нам там? Татаром. Что наступать бежать, что наступать бежать. Опять возвращаться, и опять эти все нервы не хочется. Так что, кусочком. Может, еще что-то по дороге интересное увидим. Еще пару Тойот, Ярис. Главное, да, вот что самое интересное. Мы ехали, приехала машина 15, все джипы. Мы думаем, ну капец, одним идёт. Тут раз и два Яриса. Один за другим. Снимай одни идиоты. Снимай одни идиоты. Причем, на одном джипе ехала парочка каких-то американцев. Нас так посмотрели, где-то, ну что, куда ребята на самокате своим собрались. Оказывается, нормально. Местные ездят. Ну и этот владелец отеля, кто-то менеджер, сказал, типа, что паритесь, приедете на своем Ярисе. Видно, мы оверкоши здесь. Осторожные. Ну ничего, потеряем час времени, не страшно. Потеряли и больше. Мы сейчас в Тенорио, в национальном парке, Тенорио-Вулкану. Нам сказали, что нам повезло. Сейчас драй чего-то там. Дейс. В общем, сухо, комфортно. Надо, чтобы вы понимали, такой трейл. Наверное, во время дождя сюда бы я людей не пускала. Можно что-то нуть. В общем, болото и лес мы уже видели. Отвечу на парочку вопросов, которые возникли у меня. При входе. Мы увидели, что очень многие люди, очень серьезно, обуты. Высокие хайкинговые ботинки. И даже там арендуют, сдают в аренду резиновые сапоги. Две тысячи колонн. Четыре чем-то американских долларов. Мы нашли парочку каких-то там американских хайкеров, которые уже вышли. Они нам сказали, что... Ну, сказали, что сапоги нужны для болота. В первую очередь. А вот второй вопрос был по поводу змей. Как правильно заметила парочка, змей здесь на дорожках нет, потому что слишком много людей. Действительно, их слишком много. Ну, в общем-то... Змей не боимся, это раз. Болото не боимся, это два. После вчерашнего нам уже ничего не страшно. Но, честно говоря, как-то... Мне казалось, что... Дорожка, главное, и достопримечательность должна быть хоть как-то чуть более... Лучше сделана, что ли. Мы уже пришли. Вход 12 американских долларов человека. О, ну, хоть что-то прям симпатичное. Сделаем фотку. Здесь уже хоть ступеньки, уже неплохо. Значит так, в сандалиях идти очень даже можно. Змея не укусит. А если испачкаешь ножки, это при выходе есть... Там такой кран с водой можно помыть. По поводу стальных трейлов. Здесь их несколько. Вот и люди, которые змеи распугивают. Лао? Кстати, видели кого-то и босиком, так что... Не все так плохо. Еще одну фотку. По поводу других трейлов. Те же самые хайкеры сказали, что смысла нет. Потому что болото, спуски вверх-вниз, а результат один и тот же. Голубая водичка. То есть там один трейл это ведет к одному маленькому, маленькому озерцу голубого цвета. Другой трейл к другому. А на вид они все одинаковые, так что на фотках и не отличишь. Посоветовали спуститься только к водопаду и все. Мы, наверное, так и сделаем, потому что лес и болото мы уже видели. До отеля еще 2 километра. Так что, наверное, посмотрим только реку. Ну вот сам водопад. Он, конечно, чертовски привлекательный. Как всегда, джунгли непроходимые. Вода такого голубого бирюзового цвета красивая. И огромное количество ступенек вниз. Продуматься по-немсящей шикарно. О, бабочка гигантская полетела. Очень красиво. Очень красиво. Наша девочка пробирается. По ужасной дороге. Ну все, назад мы почти весь путь прошли. Где-то последние 2 километра нас французы подбросили. 3 километра по этому ужасу обратно в сторону. И можно ехать дальше.